Я вновь всех приветствую, друзья! Добро пожаловать ко мне в гости! Как любая армянка, я всегда рада гостям! Итак, друзья, где-то год назад я сняла видео, где рассказала о соде, о разрыхлителе, как работает тот или иной разрыхляющий компонент, какие им нужны условия. Мы также разобрали с вами разные ситуации из нашей жизни и развеяли распространенные мифы. В общем, видео получился достаточно полезным, поэтому, если пропустили специально для вас, ссылка будет под этим видео. И, кстати, именно там я обещала сделать еще один подобный ролик, но уже на тему дрожжевого теста. Сегодня я выполняю свое обещание. Начнем с того, как получить вообще качественное дрожжевое тесто. Нам нужны качественные дрожжи. А что такое дрожжи? Мы все знаем, что дрожжи – это живые организмы для жизнедеятельности, которых нужны определенные условия. А именно наличие кислорода, наличие влажной среды, наличие питательных веществ, комфортной температуры и так далее. Вот это самые важные условия для того, чтобы они проснулись и заработали. То есть начали свою жизнедеятельность, начали размножаться и так далее. Так вот, так как мы храним дрожжи достаточно долго, иногда неделями, нам необходимо, чтобы они спали, не просыпались. Потому что если туда попадет много кислорода, будет влажная среда, особенно если температура будет очень высокая, они начинают постепенно просыпаться и искать для своей жизнедеятельности питательных веществ. Так как их обычно там не находят, они начинают постепенно погибать. То есть мы постепенно теряем качество дрожжей. И, конечно же, из этих дрожжей очень-очень хороших результатов уже не приходится ждать. Для того, чтобы они продолжали спать и не просыпались, нужно их просто хранить в герметично закрытых контейнерах, в закрытой упаковке. Чтобы туда не попал воздух и чтобы они надежно были изолированы от внешней среды. Что такое вообще дрожжевое тесто, особенно для новичков, чтобы было общее понятие, давайте немножко обсудим это очень быстро. Дрожжевое тесто. Ну, представьте себе, вы замесили тесто, там есть дрожжи, есть влажная среда, есть питательные вещества, комфортная температура для наших дрожжей и, конечно же, доступ к кислороду. У нас дрожжи начинают в таких условиях свою активную жизнедеятельность. Чем лучше условия для них, тем активнее они работают. И что происходит? В результате их, вот этой деятельности, начинает вырабатываться углекислый газ. И где хранится этот углекислый газ? Кстати, если вы не знаете, в тесте есть мука, естественно, в составе муки есть белок, глютен, и именно этот белок образует внутри теста такой белковый каркас, белковые сети. И в ячейках этого каркаса начинают накапливаться пузырьки углекислого газа. И за счет накопления этого углекислого газа у нас тесто постепенно начинает подниматься, становиться пышнее. И потом уже это тесто отправляется в духовку, и под воздействием высокой температуры там весь этот газ начинает расширяться. Это школьная программа. Все газы при высокой температуре начинают расширяться. И, конечно же, при этом поднимают наше тесто. Но сами дрожжи при температуре выше 38 градусов начинают терять свойства размножения и выделения также углекислого газа. И ближе к 60 градусам внутри теста они начинают уже погибать. То есть они уже никак не реагируют, никак не работают. И уже тесто, если продолжает расти, то уже за счет того газа, который уже есть в наличии. То есть этот газ просто продолжает увеличиваться и поднимать тесто. Но новых потоков углекислого газа уже не поступает. Вот так, друзья, для общего представления всех этих процессов. Теперь обо всем по порядку. Так как очень часто в своих видео, когда я делаю дрожжевое тесто, ставлю опару. Ну, многих интересует, почему я это делаю и вообще, как работает опара, как влияет на качество выпечки. Итак, друзья, что такое опара вообще? Это жидкость, на которой делается вообще ваше тесто. Туда добавляются дрожжи, добавляется сахар или мед иногда. И иногда также некоторая часть из муки. Но муку добавляем в опару всего небольшое количество. Стараюсь делать так, чтобы опара оставалась, насколько это возможно, жидкой. Нам нужна именно очень жидкая смесь. Для чего? Потому что чем более жидкая является среда, в которой работают дрожжи, тем лучше они перемещаются и тем лучше они находят все новые и новые места для питательных веществ. И, следовательно, тем эффективнее они работают и размножаются. Вот так, друзья мои, для чего нам нужна опара. Вот такая жидкая среда, удобная, комфортная среда для дрожжей. То есть мы обеспечиваем все условия для правильной активной их жизнедеятельности. Потом уже добавляются все остальные ингредиенты. Тесто уже не такое жидкое, естественно. И там уже дрожжам не так легко передвигаться и находить питательные вещества. И они уже довольствуются лишь той частью, которая находится в небольшом радиусе от них. Вот так. Мы уже имеем такое общее представление, что такое опара как работает. И для чего опара так важна, мы уже знаем, потому что изначально мы получили достаточно много дрожжей. Они уже сумели, успели размножаться. Потом уже весь процесс, благодаря этому, протекает достаточно быстро и более эффективно, чем если бы не было опары и все эти процессы протекали бы уже в плотном тесте. Получается, опара это небольшой толчок в самом начале для хорошего и быстрого результата. Что такое опара, как все это влияет на дальнейшие процессы, мы уже представили. Давайте поговорим о таком явлении, как обминка. Что такое обминка? Это когда мы давим на тесто, выпускаем оттуда углекислый газ. Иногда многим кажется, что делая обминку, мы теряем время. То есть мы опускаем тесто, нам потом нужно еще время, чтобы это тесто поднялось и так далее. Но в реале, друзья, все наоборот, потому что после обминки у нас тесто продолжает подниматься более эффективно и быстрее. Как это работает и почему так получается? Давайте разбираться. Вообще, что такое обминка? Я уже сказала, мы выпускаем из теста углекислый газ. Почему мы это делаем? Да потому что во время своей жизнедеятельности дрожжи вырабатывают углекислый газ. Мы уже знаем, и все ячейки вилкового каркаса уже заняты углекислым газом. Но дрожжам нужен кислород. Очень много кислорода. То есть чем больше кислорода, тем лучше и эффективнее они будут работать. Конечно же, без кислорода они тоже будут работать с выделением уже спирта. Но это совершенно другая история. В нашем случае нам нужен кислород. Для того, чтобы освободить эти ячейки для кислорода, мы выпускаем весь этот углекислый газ, нажимая на тесто. И вот эти свободные ячейки начинают быстро-быстро заполняться кислородом. Потом этот кислород расходуется дрожжами и заменяется опять углекислым газом. Вот что такое обминка. То есть мы таким образом доставляем дрожжам новые-новые потоки кислорода. Я очень люблю также следующий способ обминки, который более эффективный. Если, конечно же, плотность теста позволяет, я очень люблю доставать тесто из миски и открывать, обеспечивать такую большую площадь. Ну, чем больше, тем лучше. Для того, чтобы у теста была возможность поглощать все больше кислорода. Ну, то есть, чем больше площадь теста во время обминки, тем тесту легче поглощать больше кислорода. И потом уже делаем складывающие движения. Тем самым, что мы делаем? Помогаем дрожжам перемещаться внутри теста. Как уже сказала, им очень важно находить все новые места для получения питательных веществ. Таким образом, опять же, мы не только ускоряем их работу за счет новых потоков кислорода, также мы как бы помогаем им находить питательные вещества, новые места для получения питательных веществ. И, конечно же, тем самым помогаем им в работе. Вот так вот, друзья мои, вот так работает обминка. И в этом случае намного эффективнее. Кстати, даже если вы обминку делаете прямо в миске, желательно именно там делать небольшие такие манипуляции со складыванием теста. Можно сделать небольшой колобочек, если это возможно. Если нет, просто складывайте со всех четырех сторон и тем самым получите почти тот же эффект, о котором я вам говорила. С темой обминки мы успешно разобрались. Давайте поговорим также о расстойке. Что такое вообще расстойка? Это когда мы оставляем тесто, все нам знакомые процессы. Когда оставляем тесто на подъем, внутри процессы продолжаются, тесто поднимается и так далее. Но почему я всегда особое внимание обращаю на последнюю расстойку? Дело в том, что, друзья, сразу после расстойки наше тесто попадает в духовку. Ну а в духовке при достижении определенных критических градусов, а это выше 38 градусов и уже ближе к 60 градусам, у нас тесто в начале, дрожжи в начале теряют свою способность размножаться, потом уже и ближе к 60 градусам уже и вовсе погибают. То есть у дрожжей внутри духовки уже не очень много времени до достижения этих критических температур, чтобы себя проявить, чтобы насытить тесто углекислым газом, чтобы тесто успешно поднялось. Вот почему на последней расстойке все должно протекать правильно, тесто должно быть максимально подготовленным, чтобы за короткое время в духовке все процессы успели завершиться благополучно. И выпечка у нас получилась такой, какой должна быть. Вот, собственно, для чего настолько важна последняя расстойка. Чтобы информация была полноценной, давайте разберем также способы распознать правильное состояние теста на последней расстойке. Вообще на расстойке. Делаем тест пальцем. Нажимаем на тесто, образуется ямочка. Если эта ямочка пока еще очень быстро выпрямляется, то есть почти следа не остается, значит тесто не дорасстоялось. Белковые сети внутри очень сильно все еще напряжены. После каждой манипуляции, после формовки и так далее тесто, мы знаем, сильно напрягается. И если след очень быстро исчезает, выпрямляется ямочка, это означает, что тесто пока еще сильно напряжено. И такое тесто в духовке не сможет подняться, потому что эти белковые, очень напряженные белковые сети просто не сумеют растягиваться до таких размеров, чтобы удерживать углекислый газ внутри, который, конечно же, расширяется. Следовательно, такое тесто в духовке не сможет хорошо подняться. Если след от пальца остается и ничего не меняется, остается таким же глубоким, как и в начале, это означает, что у нас наоборот, тесто перестояло на расстойке. То есть те самые белковые сети, о которых мы говорили на этот раз, уже слишком расслабились. В этом случае тоже такие слабые белковые сети просто не сумеют удержать форму вашей выпечки. И, конечно же, выпечка не может получиться пышной и высокой. Такая выпечка обычно получается плоской и неаппетитной. Вот почему, когда вы оставляете на расстойке слишком долго ваше тесто, оно уже в духовке получается вот таким вот плоским, расплывается. Но, когда след от пальца немного выпрямляется, но все же небольшая ямочка остается, это уже означает, что ваше тесто, то есть белковые сети достаточно расслабились для того, чтобы быть достаточно эластичными и достаточно все еще напряжены для того, чтобы суметь удерживать форму выпечки. Вот это вот идеальное состояние, идеальный момент для того, чтобы отправить это тесто уже в духовку. Оно уже полностью подготовлено. Друзья, я иногда получаю также вопросы о том, как печь хлеб с помощью пара, как влияет пар и почему нужно обеспечивать пар именно в самом начале. Итак, давайте разобраться снова по очереди. Когда мы делаем любое тесто, там есть мука и, конечно же, на поверхности тоже много муки, в составе муки есть крахмал. Так вот, этот самый крахмал на поверхности теста играет тут очень большую роль, потому что, когда у нас тесто попадает в духовку, этот самый крахмал сразу начинает образовывать на поверхности теста либо корочку, либо растяжимую пленку с первых секунд попадания теста в духовку. Итак, представьте себе, когда в духовке не хватает влажной среды, в тесте тоже влаги не хватает, тогда крахмал и некоторые компоненты из состава муки и теста вместе образуют корочку. А если в духовке либо в тесте хватает влаги, тогда вместо этой корочки образуется уже эластичная и растяжимая пленка, которая нам очень сильно помогает. Как это работает? Дело в том, что, когда вместо корочки получаем эту эластичную пленку, эта пленка очень удачно обволакивает наше тесто и помогает удерживать форму. В таком случае у нас, друзья, тесто, когда поднимается в духовке, то есть, когда увеличивается в объеме, увеличивается уже не в стороны, как это мы часто наблюдаем, а именно вверх. Следовательно, у нас выпечка получается более пышной, особенно если там есть плетение, всякие узоры, все эти жгуты получаются очень упругими и красивыми. В общем, это смотрится очень аппетитно. А когда образуется корочка, хотя и корочка, и вот эта самая пленочка в самом начале, они не видны, мы их можем не видеть, но знайте, что эти процессы начинаются именно в самом начале. Просто невооруженным глазом их иногда незаметно в самом начале. Когда образуется эта корочка, она, конечно же, имеет некоторую возможность растягиваться, но уже по сравнению с той пленкой, не имеет такую возможность сильно растягиваться и так хорошо удерживать форму выпечки. Следовательно, у нас выпечка хоть и растет, хоть и поднимается, но не так красиво и не так высоко, как в другом случае, в случае с пленкой. И уж тем более, если во время замешивания или во время растойки были допущены серьезные ошибки, и белковый каркас не развит настолько, чтобы хорошо удерживать форму выпечки, да еще и эта корочка, в свою очередь, сдавит. Следовательно, даже это небольшое давление может повлиять и не допускать хороший подъем этого теста. Вот так все это влияет на результат. Как же можно обеспечивать пар внутри духовки? В современных духовках есть иногда такая специальная функция, и легким нажатием кнопки можно внутри обеспечивать определенный уровень влажности. Но когда этой функции нету, все очень легко. Когда вы отправляете тесто в духовку, вслед за тесто, немножко сбрызгиваете по стеночкам, по внутренним стеночкам духовки, немножко нетеплой воды, и начинается очень быстрое образование пара. Очень быстро закрываем дверцу духовки, и все, миссия выполнена. Очень важно обеспечивать пар именно в самом начале. Представим себе ситуацию, если вы вспомнили об этом действии, скажем, через 20-30 секунд после того, как положили тесто в духовку, и уж тем более, если позже вспомнили, и добавили пару. Этот пар уже ничего не изменит, потому что мы уже знаем, вначале я уже сказала, что образование корочки, либо пленочки начинается именно в самом начале. То есть это нужно делать именно в самом начале. Если вы опоздали, это означает, что там уже начался процесс образования корочки. И вот этой вот манипуляцией с добавлением пара вы почти ничего не добьетесь. Ну, максимум можете смельчить немножко эту корочку, но никак ее эластичной сделать уже не сможете. То есть получается эта манипуляция уже бесполезна. Друзья, я вам уже сказала, когда на тесте образуется вот эта самая пленочка, в конце мы получаем небольшую и не хрустящую корочку. Среди нас наверняка есть любители хрустящей и такой аппетитной корочки. И, конечно же, вы можете подумать, что лучше бы в самом начале мы обеспечили условия для образования именно корочки. Но, во-первых, знайте, что если мы выбираем первый случай, то есть когда в тесте не хватает влаги, и мы ничего с этим не делаем, вот эта корочка, которая образуется, она не дает в первую очередь тесту хорошо подниматься и становится аппетитным. То есть хлеб у нас не получается аппетитной формы. Да, и во-вторых, эта корочка становится все грубее и грубее. И в результате у нас получается не та хрустящая и приятная корочка, которую мы так любим с детства. Это просто грубая корка. А та корочка, которую мы так все любим, образуется благодаря определенным действиям. А именно, я уверена, вы знаете, иногда хлеб пекут в таких чугунных закрытых контейнерах. А иногда, и, кстати, есть такой опыт, такой хлеб иногда пекут в рукаве. Как это работает и как это влияет на образование корочки. Дело в том, что для образования такой аппетитной корочки нужен постоянный поток влажности, влажной среды. То есть вокруг теста во время выпекания должна обеспечиваться влажная среда. Постоянная влажная среда. Когда мы печем тесто в духовке, конечно же, во время выпекания, особенно если в тесте достаточно влаги, происходит постоянное испарение. Внутри, в камере, в духовке всегда присутствует определенный уровень пара, уровень влажности. Но, когда мы этот самый хлеб печем уже в небольшом контейнере, тогда этот пар более интенсивный. И, конечно же, его влияние на тесто намного сильнее. И в рукаве тоже. Там пространства не очень много. И все это работает именно так же. Опять же, концентрация пара внутри намного больше, чем если бы все это выпекалось в духовке. Потому что камера намного больше. Вот как работают эти контейнеры и как работает рука при выпекании хлеба. И постоянное наличие влажной среды помогает образованию уже вот такой вот приятной и очень-очень хрустящей и очень вкусной корочки, друзья мои. Это совершенно другая корочка. Она не грубая, она очень приятная. И достигается вот таким вот образом. На промышленных кухнях всегда обеспечивается именно пар, постоянный поток пара, определенный уровень влажности в духовках для достижения именно такой духовки. Вот почему, когда мы печем хлеб, там корочка отличается зачастую от того, что мы наблюдаем на хлебе из магазина. Предлагаю обсудить также сдобное тесто, потому что там тоже есть важные нюансы. Итак, что такое вообще сдобное тесто? Это когда в составе теста, кроме основных компонентов, кроме муки, дрожжей и воды, есть также жиры и другие компоненты. Чем же отличается сдобное тесто в работе от обычного теста, скажем, для хлеба? Дело в том, что чем больше жиров в тесте, тем труднее и тем медленнее работается дрожжа. Вот именно поэтому, друзья, я всегда советую, когда вы делаете сдобное тесто, обязательно вначале ставьте опару. Мы уже знаем, как это работает. То есть вначале мы добиваемся активной работы дрожжей. Они очень активно размножаются. И потом уже этим активным дрожжам, которые хорошо уже успели размножаться, им намного легче уже справляться с таким количеством жира, чем если бы не было опары. Вот и все. Друзья, давайте поговорим также о процессе замешивания теста. Это тоже очень важно. Иногда наличие хорошего рецепта, хороших качественных ингредиентов еще не означает, что у вас все прекрасно получится, если вы не знаете, как работать с тестом. Дело в том, что когда вы замешиваете тесто, вы не только соединяете все ингредиенты между собой, не только получаете однородную массу, вы также тем самым укрепляете белковые сети, о которых мы так долго с вами разговаривали. То есть у вас глютен становится все эластичнее и эластичнее. Все эти белковые сети, они становятся эластичными. И это очень-очень сильно влияет на результат вашей работы. Вы наверняка замечали, иногда проверяют тесто на такое прозрачное окно. То есть эластичность теста определяется с помощью такого теста. Берут небольшой кусочек теста и растягивают. У меня, когда я делала пасхальный венок, в этот процесс очень подробно описан. Обязательно посмотрите и увидите. Когда растягивается кусочек теста, если посередине тесто не рвется и образуется прозрачное окошко из теста, значит вы замешали его достаточно хорошо и это глютеновое окно у вас образовалось. А именно у вас тесто достаточно уже эластичное. И из такого теста, конечно же, друзья мои, у вас получится замечательная выпечка. Скажем, вы сделали слоеное тесто, все сделано правильно, все слои обязательно смазаны, все очень ровно, все так, как нужно. Но почему-то в духовке у вас тесто не поднимается. То есть слои образовались, они так стопочкой, слои у вас лежат друг на дружке, но почему-то они не поднялись. И у вас тесто не раскрылось. А хорошее, правильное слоеное тесто должно раскрыться, как книжка. У меня на канале есть варианты слоеного теста, они всегда так открываются. Что там происходит, от чего так бывает. Казалось бы, все сделано правильно. Если слои образовались, значит вы наверняка все сделали правильно. Тут уже, друзья, дело опять в правильном замешивании теста. Это означает, что у вас тесто достаточно тяжелое. И вот именно это состояние не позволило, чтобы слои, которые образовались очень удачно, смогли раскрыться. Они не такие легкие. Вот тут уже играет роль процесс замешивания. Если тесто у вас достаточно эластичное, значит у вас слои раскроются намного эффективнее и намного легче. Вот как влияет на результат правильное замешивание теста. Кстати, разницу легко можно заметить также на дрожжевом тесте. Если вы неправильно замешали тесто, там белковые сети развиваются не так, как нам нужно. Следовательно, в духовке, когда внутри белковых сетей, вот в этих ячейках углекислый газ увеличивается, у нас этот каркас уже не такой эластичный и не имеет возможности удерживать все больше и больше увеличивающийся углекислый газ. И, конечно же, такое тесто не может хорошо подняться и получается сравнительно плоским. Вот такие вот дела. Я знаю, что иногда тесто совершенно не замешивается. Просто смешиваются все необходимые ингредиенты до получения однородной массы. Потом все это уже отправляется на подъем. В конце выпекации получаются хорошие результаты. Как же это работает? Как же так получается? Дело в том, что когда мы замешиваем тесто, делаем это правильно, внутри развиваем правильный и достаточно стойкий белковый каркас. Но когда мы даже этого не делаем, просто смешали все ингредиенты, все равно внутри есть белок, внутри есть клютен, и он образует определенный каркас. И именно он удерживает внутри углекислый газ, и такое тесто все же поднимается. Но так как этот каркас не особо эластичный, следовательно, не имеет возможности удерживать много углекислого газа. Некоторая часть теряется как во время растойки, так и уже в духовке. Такое тесто может подняться, так как под воздействием высокой температуры малое количество углекислого газа имеет возможности хорошо растягиваться. Но так как, опять же, белковый каркас не так развит, эти поры расширяются не вверх, а в основном в стороны. И у нас получаются вот такие в основном горизонтальные большие-большие поры. Но иногда и высокие тоже, смотря насколько вы поработали с тестом и насколько хорошо вы оставили на растойке. Следовательно, у нас получается в таких случаях обычно большие поры и не очень высокие результаты, не очень высокая выпечка, но и очень плоской, очень плохой она тоже не получается. Мы получаем хорошие результаты. Хотя, что касается хороших результатов, я всегда отвержу, это все познается в сравнении. То есть, если вам нравится такой результат, не исключено, что вам понравится результат, когда все сделано правильно и все сделано по пунктам, друзья мои. Так что и такое может быть. Вы знаете, друзья, именно так делается тесто для чиабатты, для армянского матна каша. Когда внутри теста большие-большие поры. Конечно, что касается чиабатты, там тесто не особо замешивается, но процесс уже не такой простой, как я описала только что. Там происходит ламинация теста, складывается и так далее. Процесс прожжения проходит под контролем. Все должно быть на месте. Как же все-таки хорошо, что у меня под рукой есть шпаргалка. Я по пунктам отметила важные моменты, о которых хотела с вами поговорить и заметила пункт, который пропустила. Друзья, ну по логике можно подумать, если нам количество дрожжей так важно, почему же так сильно заморачиваться, если вначале можно, скажем, вместо одной столовой ложки в тесто ввести сразу 2-3 столовые ложки, тем самым решить эту задачу. Но, друзья, все не так просто, потому что большое количество дрожжей внутри теста, хоть нам и нужно, но нам нужно, чтобы это количество образовалось именно внутри теста, потому что, я уже сказала, именно процесс образования такого количества дрожжей, то есть процесс их размножения дает вкус нашему хлебу, дает красивый внешний вид и правильный мякиш. Вот почему мы не можем просто взять и добавить туда слишком много дрожжей. Это никак не решит этот вопрос. Итак, друзья, я прошлась по всем пунктам, которые у меня были отмечены тут, но если вдруг я что-то пропустила, если у вас возникли вопросы, которые не получили ответа, пожалуйста, пишите мне в комментариях, я всегда на них отвечаю. Кстати, также предлагаю присоединиться ко мне в Инстаграме. Там у вас есть возможность делиться со мной также фотографиями, показывать процесс, показывать в разрезе полученные результаты, чтобы мы вместе смогли также диагностировать и находить возможные ошибки, которые были допущены для того, чтобы вы их не повторили в следующий раз. Ссылку на свой Инстаграм я оставлю под этим видео, хотя меня найти очень легко. Просто нужно искать «Арсяк Хухикян» и все. Также, друзья мои, я предлагаю поделиться ссылкой этого видео со своими друзьями. Я очень сильно старалась и очень волновалась, и надеюсь, сумела быть полезной. До новых вкусных встреч! Пока-пока!